И давайте снова вернемся к теме судебного заседания по делу Романа Насирова. Анна Каменьева с нами снова на связи. Аня, здравствуй еще раз. Какие последние новости? Наталья, заседание все еще продолжается. После громкого прокурорского заявления о двойном гражданстве Насирова адвокаты сделали свой ход и опять вспомнили о состоянии здоровья своего подзащитного, выступили с предложением, с повторным ходатайством провести судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья Насирова, чтобы удостовериться, может или не может он принимать участие в заседаниях. На что прокуроры возразили, конечно же, и заявили, что показаний врача института кардиологии, как и соответствующих документов, которые есть в материалах дела, достаточно. В итоге суд решил отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов. Но защита все же утверждает, что состояние здоровья Насирова неудовлетворительно. Хотя на вид так и не скажет, что ему плохо. Он разговаривает, отвечает на вопросы. И, кстати, после перерыва опять же заявил, что не является гражданином Британии или Венгрии. Сейчас суд как раз смотрит видео, как же задерживали и вручали подозрения господину Насирову. Напомню, это произошло в больнице Феофании. И только после этого планирует приступить к вопросу о безбрании ему меры пресечения. Напомню, прокуратура требует его взять под арест. Или же альтернатива, это залог 2 миллиарда гривен. Именно на такую сумму, по данным следствия, нанесен ущерб действиями Насирова. Спасибо, Аня. Аня Каменева об очередном инсайте по делу Романа Насирова.